Сколько еще россияне будут наносить ракетные удары по Украине? Будет ли Кремль организовывать теракты в России и к чему это приведет? Чего россияне боятся больше? Распада страны или терактов? Об этом поговорим с политическим экспертом Александром Мусиенко. Но первый вопрос у меня будет скорее, знаешь, по поводу действительно террористического государства и действительно террористических действий. Мы увидели на 8, на 9 мая и перед этим снова попытки нанести удары по инфраструктуре. Почему они продолжают совершать вот эти абсолютно безумные акты, которые по эффективности, я даже не знаю, с чем могут сравниться? По-другому не могут. Дело в том, что им же, ну вот просто, мы часто это все воспринимаем через призму, скажем так, достижения каких-то военных целей. Это не работает, цели не достигаются. Это отбрасываем сразу. Я вот предлагаю посмотреть под другим углом, под которым крайне редко обсуждает и смотрит. Вот представь себе полковника где-нибудь в российских войсках, либо генералова, ответственного за какое-нибудь направление. Вот он сидит у него, помимо того, что, от чего он зависит? Он же не зависит абсолютно от военных побед. Ну, собственно говоря, что ему? Должность есть, в принципе, все хорошо и хорошо. Он зависит от отчетов начальства. Он же теряет должность, может потерять должность не потому, что, скажем, не достиг чего-то. Это крайне редко случается в российской истории. А потому что где-то не отчитался правильно. И либо на него кто-то накляузничал или так далее, наябельничал, что довольно-таки часто. И вот он, у него зона ответственности. Например, нанесение авиационных ударов по территории Украины. Он сидит, думает. Так, значит, ракетные удары. Так, ну понятно, паузу мы выдержали, потому что нифига, блин, ракет не хватает. Надо как-то вот... Значит, это я просто передаю атмосферу, чтобы было понятно. Что мы делаем дальше? Значит, о, ракеты пришли. Давай так, давай выбираем цели. Плюс цели выбираем не только там инфраструктурные, но выбираем такие цели, где мы предполагаем, вот мы предполагаем, что может быть какое-то западное вооружение, которое предназначено, предусмотрено для контрнаступления. Поехали. Отработали, отчитались. Ракеты полетели. Значит, в Павлограде взрыв произошел, там взрыв произошел. Пишем, уничтожено 35 бронетранспортеров, значит, уничтожено столько. На белом глазу, вот я просто говорю, как оно делал, как оно работает. Вот подтвержденные есть разведданные, нету. Пишем, отчитались, наверх пошло, все нормально, значит, молодцы, все, ребята, отстрелялись. Вот так оно работает. Вот так эта система, она на самом деле там работает. И поэтому, когда многие люди в недоумении задают вопрос, а зачем это? Тратить миллионы, миллиарды, не достигать военных целей, эффективности-то нет. Это мы знаем и понимаем, что эффективности нет. В ихних головах и в ихних умах они в Павлограде, они обсуждали, что... Две недели обсуждали, что в Павлограде разгромили обратно секретный бункер, где находилось все командование Украины. Они же с этим связали то, что... Они с этим связали, что не просто командующий самообороны, войск, извини, территориальной обороны Украины погиб, как они... Уже и Сырского похоронили с заложными, уже в этих бункерах. То есть, понимаешь, и на две недели, на две-три недели есть что обсуждать. Вот смотрите, как мы удачно отстрелялись. А что это означает? Кинули кость. А что там было в Павлограде на самом деле? Одесса, Одесскую область, как подают? Мы знаем, что попали в склад с Красного Креста, в гуманитарное пыльщик. Они подают, что склад вооружения. И амуниции для вооруженных сил Украины предназначены для контрнаступления. И все. И попробуй их убеди, вот ту публику, которая пропаганда разносит, что не, ребята, вы вообще не туда попали. Или вы вообще попали в жилой дом. Вы не под тем целем. Не, не, это же невозможно. Вот как она работает. Поэтому вот как раз ответ на этот вопрос, который вызывает у нас удивление и недоумение. Вот я просто попытался объяснить, чтобы было понятно, почему это происходит и дальше. И почему, судя по всему, это и будет происходить дальше. Потому что, опять же таки, никто не откажется от этой системы приписок и абсолютно неконтролируемых и неподтвержденных уничтожения чего бы то ни было. Абсолютно. Оно не может по-другому заработать, потому что они так, их так обучили, они так работают, у них так понакатаны. То есть у них стоит глобальная цель. Продолжать войну. Установка стратегическая. Вот вам приказ выполнять, значит, задачи. Какая сейчас первоочередная задача ставится и приоритетная для нанесения ракетных ударов? Сорвать контрнаступление. Найти вооружение. Та же самая задача ставилась год назад. Один в один. Только тогда задача ставилась предотвратить поставки Украине артиллерии и других средств для того, чтобы мы не могли остановить наступление российских войск под Северодонецком. Или сейчас. А сейчас ставится задача найти эти места и уничтожить места дислоцирования расположения техники. Или вооружения. Один в один та же задача. Вот они по ней работают. Вот они пишут по ней отчеты. Сколько ракет не долетает, мы видим, что 80-90% сборки. А то, что попадает, попадает либо в гражданские объекты, либо попадает, либо падает вообще непонятно людей. В Польше. Ну, это отдельная история, кстати. Х-55, да? Как Х-55. Я уверен, что это не случайно. Так залететь ракетой, извините, на 300 километров вглубь и сказать, что она отклонилась. Дальше что, до Берлина долетит и до Брюсселя тоже отклонилась. Случайно так получилось. Самолет просто случайно ракету запустил. Интересно, конечно. Ну да, это отдельная тема для разговора. Да, конечно. Окей, хорошо. А, ну, насколько я понимаю, по отчетам вообще все ракеты попадают в цель, украинское ПВО ничего не сбивает. Да, и все, кто выше, они там на голубом глазу этому верят. Не все, ну, процентов 75, тоже для Пущи, значит, чтобы это было как-то... 70-75 процентов есть. Да, 70-75 процентов попадает, а все остальное украинцы врут и придумывают, да, насколько я понимаю. Ну, окей, хорошо, но народ-то видит вот эти вот там цифры, народ видит, что из там 28 ракет там есть видео и фотографии того, что там всего лишь там две ракеты, условно говоря, куда-то прилетело. И на этом фоне, и на этом фоне они видят, что горит Кремль, горит купол Кремля. Неважно, я сейчас не говорю о том, кто это сделал на самом деле, я говорю о картинке. То есть у них получается там видение, что украинцы спивают ракеты и беспилотники, а русские не могут защитить свое сакральное место. Понимая, в чем ситуация, мы воспринимаем, опять же таки, у нас пошло восприятие, что место-то сакральное. На самом деле, вот в русском сознании достаточно много, кстати, от кочевиков, от худшего, да, то, что берут не имперцы российские, Путин и другие. Они это, кстати, очень хорошо чувствуют. Что это означает? Нету, что такое кочевые народы? Нету границ оседлости. То есть у тебя нету административных границ. Ты как движешься? У тебя вот есть поле, вот как живут многие коренные народы России, представители и тувинцев, шойгу и так далее. Им важно что? Чтобы климатические условия позволяли заниматься разведением оленей, еще что-то. Им не важно, какая это область республика. И так же и тут. Это, кстати, и подноготная агрессия, потому что этим народам постоянно надо куда-то двигаться. Поэтому они начинают всегда войны. И вот в чем фишка тут? Вот фишка-то в том, что Путин это юзает. И он это использует. Он выходит и говорит, говорят там, да, там, условно, Кремль как шатер какого-то вождя. Вот Путин вышел на закрытые встречи с журналистами и говорит, да, подумаешь, дрон. Да. Все. И все выпали, все, наверное, в ступоре думают, блин, так как? Да слушай, ты же должен был сказать, угрожать ядерным оружием по нанесению удара по Киеву. Все же этого ожидают. А он выходит и говорит. А я скажу следующий факт. Я скажу факт. Сейчас я перейду к технической составляющей. Я скажу следующее. Я хочу напомнить, что когда наполеоновская армия была на подступах к Москве, они же и подожгли Москву. Не французы. Да. Я хочу напомнить. Им нужно было. Они сказали, так надо было. И что сейчас в российской истории? Отечественная война, в которой мы победили. Мы сожгли Москву, но мы победили. Вот как они воспринимают. То есть, если ты им покажешь и скажешь, что смотрите, не обращайте внимания на то, значит, на Кремль, вы обратите внимание, что мы завтра там взяли что-нибудь, условно, какой-то город или еще что-то, и там российские триколор все будут стоять и аплодировать, и забудут о Кремле. И Путин, и вот эта шайка там, ихняя преступная, они это хорошо понимают. Но вот что интересно, кстати, русский инсайдер, российский, написал статью у генерала-отставника одного, который сказал, что Украина готовила якобы атаку сотней дронов по аппарату, но этого не произошло, да. И что, ну что вот идет, да-да-да, но чем он проговорился? Я сразу это зафиксировал. Он говорит, дроны по Кремлю были запущены из Подмосковья. Вот, внимание, это то, что да, это то, что сразу можно было услышать. Окей, а как Украина у вас оказалась в Подмосковье и запускает оттуда дроны? А как эти дроны пролетели через всю Москву, мимо панцирей, которая, да, да. То есть версии, они начинают путаться самостоятельно, причем выдают это даже публично. Вот когда человек врет, у него где-то оно все-таки всплывет, да, в какой-то дискуссии. Так и тут, поэтому вопросов достаточно много, но то я хочу просто обратить внимание на реакцию Путина на это, на ее отсутствие вообще, скажем. Свидетельствует о том, как они относятся. Им, в принципе, абсолютно о них наплевательское отношение. Им важно сохранить себя у власти, важно использовать эту тему неоимперского мифа для сохранения своих полномочий. А ведь он же не в Кремле сидит, в конце концов. Он же сидит в абсолютно защищенных, изолированных местах, которые, если это можно брать, то можно брать серьезными бронебойными ядерными бомбами или ракетами. Ну, очевидно. А не дронами или даже там обычными конвенциальными видами в оружии. Не, ну там, насколько я понимаю, всякие интересные штуки а-ля там какие-то тамагавки специальных модификаций, да, или бетонобойные бомбы. Да, да. Там ГДУ самая большая. Они им это могут пробить. Но не об этом сейчас речь, да. Речь о том, что, я с тобой согласен, ни подрывы Дугиной, подрыв Татарского, подрыв Прилепина, ни прилет тронов по куполу Кремля, по кумполу Кремля. А они на самом деле не вызвали никакого страха, никакой паники, да. То есть, ну вот, опасений за собственную безопасность у большинства россиян, даже у большинства москвичей, оно вообще нафиг не вызвало. Они сейчас, мне кажется, намного больше боятся контрнаступления ВСУ. Да. Вот. И ракет Storm Shadow. И ракеты Storm Shadow, они только вот буквально несколько дней, да, сейчас лежат на столе, да, поэтому россияне пока что их еще обнюхивают и пытаются понять, насколько они угрожают условному жителю, там, Москвы, да, например, да, или еще, или где-то так. А вот контрнаступления ВСУ они, в принципе, боятся. И вот, кстати, как ты думаешь, насколько это контрнаступление, эта боязнь повышает рейтинг ВСУ среди россиян? Хороший вопрос. Ну, заставляет, заставляет уважать и бояться, это точно. Ну, то есть, они же, ну, скажем так, они боятся. Но они, заметно, даже на ток-шоу, на каких-то обсуждениях достаточно так уже отзываются. Если раньше они как? Вот раньше это же тоже, это эволюция, скажем так, как они называли и что они говорили. Раньше они говорили кучка нацистов. Да. Дальше они говорили неонацистские батальоны. Да. Вот это слово мне еще запомнилось, 2014 года у них постоянно. Молодчики, боевички, Путин говорил. Да, да, да. Таким вот образом, там, воинствующие молодчики, боевички, там, что-то где-то. Вот это вот такую риторику использовали. А сейчас, вот, обрати внимание на всех пропагандистских ток-шоу. ВСУ. ВСУ, вооруженные силы Украины. Украинцы, там, все-все-все. А что же такое? Не, ну, понятно, Соловьев в припадках вот этих. Мне иногда, слушай, я вот так отвлекусь, мне иногда кажется, что у него какие-то вот эпилептические припадки. Мне кажется, что это уже что-то по психиатрии. Вот у Соловьева, когда он начинает или кого-то заклинать, или кричать, что нацисты, значит, нападают, необходимо ударить, как мантры какие-то. Но это так. Он просто хреновый актер, который играет одновременно Геббельса и Гитлера в его понимании, да? Вот он насмотрелся на эмоциональное выступление Адольфа Элоизевича и пытается его объять вот этим вот всеми, да? Ну, и Геббельса, конечно же, он труды изучал, поэтому он, типа, совместил у себя это где-то так в голове. И пытается так хреново это все сыграть. Я думаю, что не более чем. Да, выходит действительно плохо, выходит как будто действительно какие-то эпилептические припадки. Ну вот, рейтинг повышается, очевидно, но признание, то есть поэтому даже по эволюции высказываний можно определить. От молодчиков, воинствующих каких-то банд, а, кстати, банды у кого-то сейчас, у кого сейчас батальоны всякие там, это же не Украина, у нас все вооруженные силы. У кого? У них. Да, но это уже не националистические батальоны, чаще всего в пропагандистских студиях, а это именно в СССР, да? Ну, и благодаря присутствия там, не знаю, такого же эксперта, как Ходоренок, который их регулярно пугает системностью и комплексностью подхода к уничтожению расистов в СССР, да, тут я с тобой согласен, есть такая определенная тенденция. И как ты думаешь, россияне уже начали подходить к выводу, что ВСУ сильнее, в особенности на фоне большого количества рассказов о том, что на фронте у нас то у россиян, имеется в виду, и на фронте у россиян это, и то, и пятое, и десятое, да? И тут бегут, а тут просят помощи. Ну, я могу сказать так, что они-то это где-то внутри понимают, и они там об этом постоянно там, но кто же, это же необходимо еще признать и сказать, ты же понимаешь, побойся Бога. Потому что в России же невозможно это сказать. Это что будет? Это сразу статья за, значит, дискредитацию вооруженных сил России. Это что получается? Кто-то лучше вооруженных сил России? Нет, не может такого быть. Поэтому об этом могут говорить только такие, как там Пригожин и другие, Гиркины там и прочие, у которых крыши ФСБшные, которые могут себе позволить не бояться, не побояться этого сказать. Да? А остальные, конечно же, где-то так тихонечко это признают, но публично они всегда скажут, да вы что, какие они там слабаки, у них ничего нету, это вообще не ВСУ, это НАТО воюет, это же они сюда пришли, все. Поэтому у них внутри, я думаю, есть, есть уже осознание, но публично они не могут этого факта высказать и признать. И публично им все равно тяжело вот смириться с поражением и смириться с тем, что не нужна была эта война, что оно не могло развиваться по-другому. Ну, начали вы эту войну захватническую, ну вот теперь пожинаете плоды. И вы же не правы, не то что, понимаешь, одно дело, когда на тебя напали, и ты можешь признать и сказать, слушай, ну, у меня очень сильный враг, противник, мне тяжело, он, наверное, сильнее. И мы можем об этом честно, откровенно сказать, что у России больше самолета, в артиллерии, в этом, когда помогло ли им это, нет, но у них этого больше, да, действительно, мы можем об этом, а у них, и мы можем это констатировать, и не будет никаких вопросов. А тут ты же сам напал, так ты же считал, что ты очень сильный, так а что теперь? Ну вот, поэтому им тяжело это признавать. Я смотрю на то, что происходит там сейчас, я смотрю на, опять же-таки, на подрывы пропагандонов, на подрыв Кремля, да, хорошо, хорошо прозвучало подрыв Кремля, да, но, к сожалению, только поджег, поджег купола Кремля. Я понимаю, что для того, чтобы вызвать страх, а они, в конце концов, рано или поздно к этому придут, потому что только страх может консолидировать в какой-то степени общества. И им мало будет вот такого вот для этого, им нужен будет большой, большой теракт, им нужно будет большое количество жертв, им нужно будет новое Каширское шоссе, новый Норд-Ост, им нужен будет новый Беслан какой-то, или какая-то другая техногенная катастрофа. Как ты думаешь? Я вот просто думаю, что это все может произойти, но это произойдет даже не по задумиям каким-то, а это может произойти из-за внутренней борьбы, которая будет разве разгораться между Пригожиным, там будет Кадыров, там будет Гиркин, там будут другие товарищи. И вот в связи с этими причинами это может происходить. То есть, мне кажется, что сейчас главное опасение, которое должно вот людей в России, которые думают об этом, да, и вообще, что какое у них должно быть вообще? А я скажу какое, это угроза действительно гражданской войны, полномасштабной гражданской войны, плюс с возможным распадом этой территории, этого государства на несколько государств. И это не просто фобия Путина, которую он постоянно озвучивает, это просто те реалии, которые сейчас возникают. Потому что, опять же таки, вот понимаешь, в чем ситуация? Из-за неудач на фронте им же необходимо куда-то эту энергию девать. Вот на фронте достичь побед не могут, гибнут, нету результатов. А если будет сценарий такого, что необходимо эту энергию перевести внутрь, убрать их с фронта, вернуть сюда, вернутся эти вагнеровцы, вернутся эти все, это террористы, убийцы и так далее, начнет полыхать достаточно серьезно. И будут и теракты, будут и убийства. Ты говоришь сейчас о более дальнем периоде. Не настолько, мне кажется. Я думаю, что это ближайшая перспектива. Ты думаешь, что у них не будет, не возникнет идеи, как перед второй чеченской войной, между чеченскими войнами устроить серию терактов для того, чтобы консолидировать общество на страхе перед украинцами. И эти теракты уже должны быть такими. Вот, ну, кровище, чтобы направо и налево, чтобы сотни жертв. Вот как-то вот так. Можно, конечно, представить себе, но я хочу напомнить, что есть поговорка «дважды в одну реку не войдешь». И тут ситуация в том, что, скажем так, я скажу такой момент, что на сегодняшний день уже достаточно много было сделано и сказано о том, кто такие украинцы по версии российской пропаганды и по версии Путина. Жестоко сказано, столько сделано, столько картинок, столько лжи и всего не консолидировало. Вероятность терактов есть, но то, что оно консолидирует и будет порыв, порыва не будет, будет страх. И будут покорные, значит, эти призывники, которые пойдут на мобилизацию, возможно. Но порыва не будет. Он не произойдет. Его сейчас, то есть, все-таки, все-таки, я хочу напомнить, что особенность между чеченскими войнами была в том, что там было установлено все-таки перемирие и подписано соглашение. Это было и горячая фаза войны тогда не продолжалась. Сейчас совсем другие вещи. Сейчас идет полномасштабная война. И Путин же об этом говорит. Мы ведем там, ну, и Путин уже говорит, мы обороняемся. Но провести какой-то теракт с целью сказать, что мы обороняемся от украинцев, от нацистов, так называемых и так далее, окей. Я не думаю, что это вызовет пассионарность какую-то. Вот серьезно. Вызовет какой-то там, значит, вызовет страх, конечно, там, эти все глашатай, ненормальные, там, шизоидные, начнут писать в телеграммах, барабанить везде по клавиатуре, нанеси ядерный удар, там, и так далее, и так далее. Вот, знаешь, это на самом деле может вызваться. Это может вызвать не консолидацию в обществе ради пополнения армии, авиации и флота новым мясом. Это может вызвать консолидацию в обществе ради консолидации самого общества вокруг идеи безопасности. Это может помочь в капсулировании общества. Это может помочь в бесконечных правах спецслужб, арестах, обысках, всего кого угодно. Под угрозой терроризма, под угрозой украинского терроризма, западного, британского терроризма и так далее, и тому подобное. Вот зачем это еще может быть, условно говоря, для того, чтобы была возможность полностью перекрыть границы со всеми, кроме Китая, и капсулировать страну, и дальше делать уже все, что они хотят для того, чтобы опять объединить страну вокруг одного лидера. То, как мне кажется, система, вот та, которая сейчас есть, по консолидации, по призыву, по попыткам создать какое-то фашистское государство действительно в России, все признаки которого налицо, она не срабатывает. Но где-то эта система, она дает сбой. Вот что-то где-то у них не работает на каком-то уровне. Мне кажется, что это уровень саботажа на самом деле. Я так думаю, что есть просто люди, которые подчиняются приказам на словах, но не спешат порой его выполнять. И мы видим, фактически, как решение саботируется. Кстати, в определенном образом сказать, что если даже допустить бы то, что и поверить в то, что говорит Пригожин, вот, например, на секунду, это акт саботажа со стороны Министерства обороны. Ну, если так, то есть они саботируют, они сознательно не дают, не помогают там достичь результата в Бахмуте. Ну, то есть, например, если мы так говорим. Поэтому, вот понимаешь, все, что, все кажется, да, к этому идет. Да, будут, может быть, какие-то большие теракты, да, преступления, да, все. Да, какая-то пропаганда будет работать. Ну, не могут они никак допустить, чтобы военкоматы стояли очередь. Ну, вот сколько всего уже было. Никак не могут сделать, да, так, чтобы... Да, ну, не могут, не могут. Вот где-то, вот я же говорю, где-то эта система дает сбой. Она не... Я думаю, что это, во-первых, ситуация между чеченскими воинами и сейчас все-таки, как бы там ни было, сейчас ты в полном объеме зацензурировать поток информации не можешь. Ну, что бы ты ни закрыл, ты, например, VPN, да, и телеграм-каналы, и там какие-то источники информации ты не закроешь. Пускай эти люди публично выходят и клянутся на верность Путину, Россия лучшая, все-все. Ты же понимаешь, что когда он сидит вечером там тихонько где-то, чтобы никто не видел, читает какой-то телеграм-канал и говорит, вот, вот это да, вот это правду военкоры пишут о войне. Все плохо там и так далее. Вот правильно. Вот не надо туда и так далее. Это совсем другое. А мы же вот эти настроения... Я понимаю настроение глубинного народа, если бы этот глубинный народ стоял в километровых очередях под военкоматами и сказал, мы их всех размажем, сейчас пойдем покажем. А этого нет. А почему этого нет? Значит, система где-то дает сбой. Реально дает сбой. Значит, или в общественных настроениях идет определенный слом ситуации и сбой также. То есть это тоже может происходить? А по поводу того, что у них там ничего не получается, у них в принципе ничего не получается. В какой бы области они что-то не начинали, у них обязательно там что-то не получается. Я думаю, что это не намеренный саботаж. Я думаю, что это просто традиционная русская криворукость, которая не приводит ни к чему. Которая любую замечательную идею или незамечательную приводит в состояние какого-то комического бега, какого-то комического этюда. Так у них с космосом и с Рогозиным было, так у них с вооруженными силами, так у них и с отечественной войной сейчас происходит. Но если подытожить наш с тобой разговор, ты не думаешь, что они будут использовать страх через теракты крупные, как это происходило во времена прихода Путина ко власти на Каширском шоссе и прочие взрывы народа. Ты думаешь, что они будут использовать страх перед развалом России для консультации общества? Да, да, да. Пудин уже это использует. То есть он говорит о том, что смотрите, вот это, кстати, работает. Потому что часто можно услышать, когда они говорят о том, что вот вы хотите развалить. Вот он создал миф, на самом деле, что Украина государство, созданное для развала России. И вот он говорит, что через Украину нас хотят разрушить. И вот это, кстати, вот эта установка у них срабатывает даже больше. Но не у всех, я думаю. А мы же тоже не знаем, откровенно говоря. А может быть, есть уже какие-то круги и люди, которые были бы не против. И просто отделиться, и просто... Ну есть же люди, как понимание, да? Есть же регионы, которые очень сильно пострадали от войны. Которых наиболее взяли по мобилизации. Которые погибли. Ну вот они могут просто, ну фактически, исчезнуть. Это тоже геноцид своего рода со стороны России. Вот России же это выгодно, чтобы Москва навязывала повестку дня. То есть Москва рулит, понимаешь? Вот, кстати, к слову о Кремле. Многие, я думаю, внутренне в России аплодировали бы, если бы что-то с Кремлем случилось. Он настолько многих вот так достал по разным причинам, на самом-то деле. Не только в Украине. Это они там говорят, что вот-вот-вот. Ну опять же, это, кстати, ответ, почему нету какого-то взрыва сейчас в российском обществе. Кремль, боже. Ну да, да, окей. И все. И все проглотили. Проглотили, извини. Поэтому вот мне кажется, что вот как раз этот миф на развал, он и юзается, он используется активно. Он активно используется в регионах так называемых дотационных, куда они отправляют своих агитаторов новоявленных и говорят о том, что у вас не будет денег, у вас не будет дотации, вы умрете в бедности. И во всем этом виновата не Россия, не Москва и не Путин, а Украина. То есть в том, что в каком-то районе России, где полно газа и нефти, отапливают дровами и углем, которые возят не пойми откуда, виновата Украина. А не виновата Россия, у которой вот этот газ под домом, и которые просто не могут сделать и провести его по трубам, подвести к людям, к их там домовладениям и так далее. Вот на что они работают. И вот на этот миф они... Потому что на самом-то деле я хочу сказать, что как бы там ни было, но я думаю, что многие там раскусили вот эту всю ФСБшную модель. Как их запугивают, как ФСБшники, чекисты работают с этими терактами и так далее. Поэтому вот как раз именно страх, который они культивируют постоянно, что вы распадетесь, умрете все в нищете и сюда придут нацисты, значит, у вас будут все отнимать, забирать, убивать, вас мародерить и так далее. Вот на чем они. Вот чем они культивируют. И это, мне кажется, пока, к сожалению, это работает. И работает даже, мне кажется, лучше, чем теракты. Нам с тобой это сложно сделать, потому что Украина никогда не мыслила и никогда не работала в парадигме терроризма. Поэтому нам даже гипотетически очень сложно представить себе, что это может быть. Но вот если не сработали пропагандисты, если не сработал Кремль, как ты абсолютно точно заметил, потому что многие из россиян были бы рады, если бы он сгорел нахрен. Как ты думаешь, что это может быть? Ну вот условно говоря, если они решатся на какой-то такой теракт, что это может быть? Дети уже были и все явно проведут аналогию с Бесланом. Взрыв жилого дома уже был нескольких на Каширском шоссе в том числе. Что это может быть сейчас, по-твоему? Тяжело сказать, на самом деле. Инфраструктура какая-то? Ну может быть инфраструктура, захват заложников, может быть какого-нибудь выбора объекта, где может быть много людей и так далее. Это же необходимо еще все замаскировать так, что якобы есть украинский след за этим всем. ТРЦ, да? Да, да, опять же таки. Опять же таки. Может быть они просто для того, чтобы привязать Украину лишний раз, даже идеологически, они могут просто смотреть на Кременчук и ракета, попавшая в ТРЦ. Да, условно говоря. Все может быть. Украину сунстят и подорвали ТРЦ. Конечно, конечно, все может быть. Все может быть абсолютно. Абсолютно. Ну то есть это вполне реально, это те вещи, которые мы прекрасно понимаем, и провокации, и теракты, которые российское руководство может готовить специально с целью дискредитации, плюс подживление, подпитки этого конфликта, подливание масла в огонь. То есть как они думают. Вот. Но могут попробовать, конечно. Ну то, что условно говоря. Вот это, вот я, вот я вот честно скажу, опять же таки, я не верю в эффект, что оно может сработать. Вот реально. Вот я не вижу, что оно станет, да, да, поплюются, да, начнут кричать, да, все-все, но так, а это же, слушай, это же прямо коррелируется с чем? Вот ты, например, если ты кричишь, да, вот негодяи, подонки, хорошо. А что ты будешь делать, помимо того, что ты покричишь, у тебя будет ненависть, где-нибудь там набухаешься с кем-то там, как они, и обсудишь это, и на словах у тебя такая бравада, да я их всех. Ты, по идее, должен был бы пойти в военкомат, сказать, возьмите меня добровольцем на войну. А я не думаю. А таких вот как раз не так много и будет. Это как раз украинская история, Саша. Это вот правильно, потому что у нас совсем по-другому. Мы защищаемся, у нас совсем другое. Мы защищаемся, мы понимаем, что нас хотят уничтожить, и мы по-другому действуем. А у них все-таки война же... Если бы у них была война, например, если бы на них кто-то напал действительно, и это было бы так, не в выдумках и так, может быть и у них как-то по-другому, но так это довольно-таки тяжело. Постоянно, вот сейчас опять заявление Рогозина, давай новую мобилизацию, а что же случилось? Так а где же люди? Ну вот это индикатор тоже. А где же добровольцы? Желающие вот эти бежать, а нету. И вот я все время говорю, важно не только то, что можно сыграть на консолидацию, надо смотреть на результативность этой консолидации. Всплеск эмоций, всплеск очередной ненависти, который может пройти через несколько недель, потому что будут другие информационные поводы, и так оно работает. Сам по себе он ничего не дает. Это всплеск эмоций должен привести к чему-то, к каким-то действиям и поползновениям. А если этого нету, то это так. Для очередного отчета чекистов. Видел недавно какое-то интервью с каким-то россиянином, такого среднего возраста молодой человек, которого спрашивают, ну вот вас вообще трогает, что там, например, дети гибнут? Нет. А вас трогает, что там взрослые гибнут, там семьи гибнут? Нет, не трогает. А если бы в России семьи гибли, вас бы это трогало? Нет. А если бы вот ваши родные? Ну вот только если родные, а так все остальное, меня абсолютно ничего не трогает. Путин воспитал за 20 лет в России абсолютно инертное общество, которое, как мне кажется, я с тобой, наверное, склонен здесь согласиться, даже террористические акты крупные с большим количеством жертв в России, которые проведет ФСБ, они все равно это инертное общество не затронут. Потому что их-то родственники не пострадали? Да. Да, совершенно верно. Теракт или окончательный развал РФ? Однозначно только одно. Все, что происходит или будет происходить внутри России, дело рук путинского режима и тех, кто его поддерживает.